Привет, всем добрый вечер. Очень здорово, замечательно видеть здесь такую теплую аудиторию состоящих из интересованных людей. Я продолжаю тему обучения детей программирования. В большей степени поговорим о школьниках старших классов, потому что именно эта аудитория целевая для нашего проекта IT-школы Samsung. И эта аудитория интересна тем, что ребята, как правило, находятся в таком интересном для себя периоде времени, когда им предстоит выбрать будущую профессию, при этом опираться им, как правило, не нашли. Они всегда в поиске, в попытках что-то попробовать, что-то узнать. И вот наша программа, она в первую очередь носит такой профилюционный характер. Ну и, конечно, она, в принципе, призвана, если мы говорим о глобальных целях, которые определяем для себя, призвана вот ту потребность, которая на уровне нашей страны существует, потребность в воспитании инженерных кадров, специалистов в области программирования. Вот мы ставим при этом большие цели и в том числе надеемся, что благодаря нашей программе сделаем вклад в покрытие этой цели. Ну, следующий, чем я начну свою презентацию о рассказе об IT-школе Samsung, я расскажу о том, что в отличие от многих-многих где сидящих людей, я сама искусствовед по образованию, поэтому, пожалуйста, не объясуйте. Я вот в целом расскажу, да, о идее наших программ. Если будут какие-то сложные технические вопросы, то уже обменяемся обязательно контактами и на все эти вопросы ответим, да, если вдруг что-то ей не покроем. Ну, это первый такой лирический момент. Второй момент связанный с тем, что мы сейчас с вами, ну, скажем, как обычно, в начале Нового года очень активно жизнь и деятельность связаны с разными конференциями, мероприятиями, в том числе для преподавателей, родителей. Вот мы, например, недавно были на большой конференции педагогической, как раз на секции, связанной с информатикой. Знаете, возникает, когда посещаются такие мероприятия, возникает очень много вопросов, да, о том, как быть и что делать, потому что учителя говорят о том, что час в школу, да, буквально один час информатики, за который они ничего не успевают. А вузы им в ответ отвечают, да, нам нужно, чтобы в школах было больше, а как это сделать, ответ на этот вопрос нет. С другой стороны, есть вопрос, вот, у многих здесь сидящих родителей, да, где обучают детей. У родителей, у детей есть один отличный вопрос. И уж здорово, что сегодня у нас, как минимум, наверное, 4, вот я Майкрософт тоже считаю, да, другие программы, которые здесь есть, они, собственно, отвечают на этот вопрос, пусть не учителей, да, как усилить информацию в школе и дать больше часа, а вот отвечают на вопросы детей и родителей, и, в частности, университетов, как дать детям дополнительное образование, да, чтобы они получили знания, которые востребованы. Теперь непосредственно про IT-школу Samsung. Я, вы знаете, думаю, что, поскольку время такое позднее, я в первую очередь хочу вам показать и рассказать о IT-школе Samsung за 2 минуты, да, поэтому мы начнем с небольшого фильма, а дальше я просто дополню. Проект IT-школы Samsung стартовал в 2013 году в ответ на задачу правительства о воспитании более 350 тысяч новых специалистов в области IT до 2018 года. Программа разрабатывалась с участием специалистов Московского физико-технического института. Непосредственное участие в разработке курса принимали инженеры исследовательского центра Samsung. В итоге получилась такая достаточно системная программа, дает знания по практически всем фундаментальным разделам программирования. Основная задача – это поддержка IT-образования в России. Постребованность очень высокая, большой интерес школьников к этому проекту. Это шансы есть у всех. Было бы желание. Ну, класс очень хорошо оснащен, что необычно для таких курсов, ну, так как курсы бесплатные. Большинство людей, которые сюда приходят учиться, они из-за обычных общеобразовательных школ. Да, я буду программистом. Я буду делать игры. Ну, это реально круто, потому что я благодарна Samsung за то, что они поднимают нас. Основная цель и задача этого проекта – готовить интеллектуальные кадры для того, чтобы они могли поступить в технические вузы, на технические специальности, в дальнейшем продолжить работу в сфере точных высоких технологий. Это очень перспективное направление, которое, конечно же, развивается в России, и мы должны не отставать. Видно, что ребята делали то, что им интересно, что их не ставили в жесткие рамки. Ну, самое главное – это не бояться приходить на тестирование, то есть не бояться сюда поступать. Итак, ну вот такой ликбез был, да, двухминутный по IT-школе Samsung. Сейчас вернутся слайды презентации. Если говорить о ключевых моментах, которые будут не отражены. Наверное, первое, что важно упомянуть, что программа имеет федеральный масштаб, то есть она реализуется в более чем 20 городах России, на сегодняшний день это 21 город. Стартовали мы программу в 2013 году, и началась она с разработки непосредственно программы курса. Наш курс создан специалистами исследовательского центра Samsung. Это одна из подразделений компании, которая работает здесь, в России. Там куются инженеры-разработчики с очень хорошим таким фундаментальным образованием, с одной стороны, с другой стороны. Они обладают таким большим практическим опытом, да, потому что занимаются разработками для бизнеса. И, соответственно, вот они разработали такой фундаментальный курс, который разработали, рассчитывая на целый учебный год, и в создании учебного материала помогали нам специалисты из МЦПИ. После разработки курса мы приступили к стадии оборудования учебных классов. Классы сейчас покажу. Соответственно, все обучение ведется в очном формате на базе оборудованных новых классов. Как выглядит оборудование? Это планшет, нюхбуб для каждого ученика, электронная доска и программа обеспечения Samsung School, которая связывает всю технику в единую интерактивную среду. Его можно использовать для тестирования, для проведения других форм контроля знаний учащихся. Поскольку преподавание очное, оно предполагает увеличение преподавателей, то есть все наши группы, все занятия ведут преподавателей. Занятия проходят два раза в неделю, по два физических часа, и, соответственно, длится учебный курс целый год. То есть это 132 часа академических занятий. Что важно, что все наши преподаватели проходят оценку со стороны инженеров из обеспечения центра Samsung. Каждый год мы проводим повышение квалификации преподавателей. Сейчас всего в проекте задействовано 50 таких числей. На этом слайде отражено, что большая часть преподавателей приходят к нам из высшей школы, потому что те вопросы, которые мы рассматриваем, программирование на Java и создание приложений под Android, это те вопросы, которые, как правило, как экспертизу обладают все-таки университетские преподаватели, но даже потому, что мы приглашаем квалифицированных людей, мы ежегодно проводим повышение квалификаций, потому что безусловная тема для всех, как правило, новая. Соответственно, если говорить о программе курса, то состоит он из пяти модулей, и очень большая особенность его заключается в ориентации на практический подход. То есть, если это сингентальная база, здесь 5 наших блоков, они перечислены на слайде, соответственно, это сингентальная база, плюс в конце обучения каждый ребенок защищает самостоятельный проект, то есть это собственное приложение, разработанное для планшета, компьютера на платформе Android. Давайте, наверное, сразу, чтобы не быть голословными, покажу несколько приложений наших учащихся, что создавалось. Конечно, покажу те проекты, которые были отмечены нами как самые яркие, самые интересные. Ну вот, сейчас несколько видео. В этом году мы впервые запускали проект на федеральном масштабе. В 2013 году у нас были три пилотные площадки. Это города Москва, Самара и Казань. В этом году, в сентябре 2014 года, обучение стартовало в 21 городе России. У нас более тысячи учащихся пришли на наши занятия. Из этой тысячи учащихся, ну, скажем, учитывая, да, что программа продолжительная, учитывая то, что по итогам каждого модуля происходит очень такой серьезный контроль знаний учащихся. И для успешного завершения каждому нужно создать свое собственное приложение. Вот у нас порядка половины детей дошли до финала, защитили, успешно защитили свои проекты, получили сертификаты. И вот среди тех ребят, кто выпустился, мы провели конкурс проектов. IT-школа Samsung выбирает сильнейших. Я вот даже здесь, мне кажется, вижу людей, которые были на финале нашего конкурса. И вот несколько таких конкурсных проектов хочу показать. А закрыли все, да? Так, закрыли. Приложения были самые разные. Это были игровые приложения, вот, например, приложение «Игра тузовой», да, когда человек управляет этим космическим кораблем, сталкивается с препятствиями. Тут еще такая сложная просчитанная математическая схема обхождения этих препятствий, когда вот даже какой-то миллиметр, он уже считается... Задел корабль все, да, и задел астероид, и игра закончилась. Еще одно приложение, приложение, которое также было ярко отмечено. Ребенок создал проект, в котором из таких трехмерных пикселей собираются фигуры, да, то есть это вот некий такой элемент творчества, когда ребенок может придумать некий свой образ, какую-то фигуру, сконструировать ее из вот этих деталей, выложить в социальные сети, поделиться со своими друзьями. Ну да, вот мы знаем, что на Google Play выложена игра «Больше тысячи скачиваний на момент лета». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Давайте я буду постепенно проматывать, чтобы было В прошлом мае мы видели первые итоги программы В 20 наших городах на этом слайде представлены результаты, которые мы получили Конечно, они были для нас неожиданными, потому что мы знали, что дети очень мотивированы Дети очень заинтересованы, особенно те, кому удалось реализовать свои собственные приложения Но увидеть такие замечательные цифры, как, например, 99% наших выпускников интерес к программированию повысился Или сохранился на таком же высоком уровне, каким он и был Почему эта цифра важная? Потому что, по отличии, например, от кадабра, где такой игровой подход Где больше упор на какие-то легкие, простые формы донесения информации И сразу конечный результат у нас формат существенно отличается Потому что программа действительно сложная, действительно фундаментальная И рассчитана на целый год И постоянно заметьте с преподавателями Есть у нас такая замечательная цифра, что 95% детей сказали, что готовы рекомендовать Мы спросили, готовы рекомендовать программу своим друзьям Мы спросили у тех оставшихся, 5% почему они программу рекомендовать не готовы Но вот к предыдущему моему тезису Ребята сказали о том, что слишком сложная программа Поэтому просто мои друзья не осили Соответственно, что важно, что обучение по программе дает возможность получения сертификата Сертификат о успешном окончании обучения Он подписывается, с одной стороны, нами, компанией Samsung, как инициатором курса С другой стороны, его подписывают те учебные площадки, руководство учебных учреждений Или у нас были случаи, когда департаменты образования в северных городах Глава департамента образования заверял своей подписью Наш сертификат признавая то качество обучения, которое есть И, к слову сказать, в каждом из 21 города наш проект реализуется при поддержке местных органов управления образования Прежде чем мы приходили в те или иные школы, мы подписывали соответствующие соглашения с департаментом образования на городском уровне Либо с министерством образования на уровне региона И, соответственно, глобальный большой проект, поддержка проекта оказывает Министерство образования и Министерство федерации Качество обучения и конечный финальный хороший результат Это для нас один из главных приоритетов И уже в прошлом году, даже в первый год реализации проекта Вот это качество умели оценить и нашу программу поддержали несколько крупных технических вузов в России Но вот имена, особенно если мы говорим о контирегиональном уровне Действительно имена очень давно значимы Как то Новосибирский государственный технический университет, аэрокосмический университет в Самаре То есть это ключевые вузы для своих не только городов, но и регионов Которые как раз обучают студентов по техническим специальностям В чем заключалась эта поддержка? В том, что вузы внесли изменения в свои правила приема и дали дополнительные баллы нашим выпускникам при поступлении Соответственно, в ряде городов дополнительные баллы доходят до 5 Эта цифра эквивалентна к золотой медали в школе Соответственно, конечно, для нас это очень важный фактор И мы ее сотрудничеством будем продолжать, и я надеюсь, что она только укрепится в следующем году Ну, наверное, вот финальный последний слайд Поскольку мы являемся корпоративной программой, да, то есть реализуемся в рамках социальных проектов Корпоративной социальной ответственности, то, конечно, мы свою инициативу представляем в различных конкурсах В профильных конкурсах за 2014 год Ну, несколько, наверное, важны для нас победы, я бы сказала, да, наверное В первую очередь, мы стали победителями в национальной премии Компании года Как раз именно у нас и социальные проекты То есть мы передавали все наши социальные проекты компании В том числе в области поддержки культуры, спорта, ну, в том числе в области образования В области образования этих школ, в том числе, это крупнейший проект У нас также есть проект по оборудованию IT-классов в медицинских учреждениях Где дети находятся на администрированном лечении, да, например, детенки больные Вот эти совокупность в практике мы получили эту знаковую премию Ранее была присуждена награда Министерства образования В рамках салона образования на конкурсе «Создавая будущее», который как раз связан с работой с детьми, молодежью, конферендацией Да, поэтому тоже для нас очень важно и приятно Ну, наверное, на этом, может быть, немножко сумбурно, да, потому что мне хотелось буквально Вот в двух словах рассказать о концепции программы Надеюсь, что я основную информацию для вас донесла Вот еще раз слайд, да, который буквально тезисно говорит о том, что себя программа представляет, да, то есть это 20 городов На сегодняшний момент это 25 учебных площадок и 38 учебных классов, которые в этих городах оборудованы Соответственно, мы полностью оборудовали классы за счет компании Samsung, да, когда оставили оборудование, сделали установку оборудования в классы 55 преподавателей с нами сотрудничают, мы оплачиваем все часы работы преподавателей по программе Ну и, соответственно, рассчитываем на то, что проект будет долгосрочным В этом году, в мае 2015 года, фактически завершился первый годичный курс обучения, да, Но, в целом, мы в поддержку программы рассчитываем на 5 полных лет и обучение порядка 5 тысяч в школе Ну вот, к слову сказать, у нас действительно будет сейчас вопрос в самом начале О том, можно ли еще поступить в школу Samsung Обучение стартовало на этой неделе, 7 сентября Я была бы очень рада сказать, что поступить еще можно, но, в целом, если говорить по динамике У нас в этом году на тысячу учебных мест подано 4 тысячи заявок Поэтому, действительно, конкурс очень серьезный В городе Уфе, например, у нас 350 заявок на 3 учебные группы, на 45 мест, да, то есть, может все представить, что 45 мест, 350 желающих Одно-тест дети, безусловно, проходят Стараемся брать не только вот этих вот вундеркиндов, победителей Олимпиад, но и тех ребят, которые проводят специально не только за учениками тестирования, но и каждый преподаватель встречается с детьми, проводит собеседование, чтобы выявить мотивацию Да, мотивация для нас в нашем деле очень важна, и много мы увидели в прошлом году результатов Когда ребята, получившие 10 баллов за входной тест, уходили, потому что у них было 25 Олимпиад А вот те, у кого горели глаза, они по-настоящему оставались с нуля и делали шикарные проекты Надеемся, что все они замечательным образом продолжат свое будущее в технических вузах, получат отличную специальность Будут суперпрограммистами, которые составят славу нашей страны Ну вот, пожалуй, так АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!